приветствую друзья и гости канала всем огромный привет сегодня 18 июля сразу хочу извиниться что давно у меня уже не было видео обзоров тех или иных жилых комплексов есть объективная причина вчера хотел проехаться даже проехался заехал но мне сказали максим с понедельника будет цены другие так у нас сейчас сам знаешь мы поднимаем цены в два раза в месяц в общем приезжай лучше в понедельник потому что сейчас все что снимешь будет информация недостоверна и так мне сказали 5 застройщиков поэтому ничего я не стал снимать ничем и не стал заниматься и поэтому в понедельник я обязательно для вас поснимаю но сегодня по плану в 12 часов дня мне нужно заснять для вас один интересный домик ну реально интересный домик потому что я смотрю иногда такие уходят нас извиняюсь за выражение в кавычках дома но которые ну не стоят свои денег а это я считаю дом полностью стоит свои деньги потому что он 360 квадратных метров на 500 земли за на барбекю находится от центра на расстоянии 10 минутах езды даже меньше по хорошей нормальной дороге где ходят автобусы в общем все что вы любите это я сегодня сниму ну а мы давайте потихонечку переходим к новостям посмотрим что интересного у нас сочи произошло или что интересного происходит исходя из этого будем уже будем уже дальше идет определенные выводы ну и кстати я вчера почти полночи сидел смотрел проект домов нашел для себя классный идеальный проект который почти меня устраивает ну и все-таки попробую я найти тот самый кусочек земли который меня полностью бы устраивал бы и хочу теперь как бы поставить жирнейшую точку это посадить дерево пальму и литую построить дом и все учитывая что теперь квартира у меня находится мягко говоря в центре сочи то дом не могу рассматривать теперь где угодно ну кроме разуме само собой разумеешься адлерска района адлерский район не люблю из-за пробок из-за всего из-за много таких из-за причин но теперь я буду от догомыса до хоста буду смотреть место себе по тому что можно построить себе дом да там может быть жить не каждый день потому что каждый день жить в жопе это в хрёвкой жопе нет двух доме это жесть жестянская потому что в том доме где хочется жить каждый день он должен быть непосредственно ну как со всей инфраструктурой таких домов просто не бывает в сочи либо у них ценник просто там 200 плюс а это будет там за дом может быть вполне возможно выходного дня ну и конечно же все-таки хочу я провести эксперимент хочу построить дом посчитать во сколько он обходится и потом выставить его может быть вполне возможно на продажу на аукцион вот как бы так ладно это все пока планом давайте посмотрим что же интересно есть сочи продолжается обработка зеленых насаждений от американской белой бабочки самое интересное ребят меня удивляет больше всего управляющие компании некоторые вчера в радужном дом написали мне соседи говорит максим так мол так давай скинемся по 600 рублей и обработаем наши деревья которые у нас растут ну как бы от этого этого от этого жука который его сожирает я задаю вопрос ребят говорю а вот мы каждый раз управляющую компанию отдаем 65 рублей что это кто это вот вот зачем это отдаем 65 рублей за что вот мы отдаем да вот если например даже не могут деревья обработать ответ получил такое что смысл ругаться с управляющей компании лучше самим скинуться и обработать эти пальмы блин ну знаете как бы я не жмот у меня реально как бы и деньги есть и все да как бы не менее жалко там нужно было скинуться да теперь я вам скажу теперь точно да теперь вот нужно было скинуться что перевести в жп а это 170 тысяч рублей с квартиры 170 тысяч квартиры чтобы отдалее уйти перевести в жилое помещение это стоит у нас на дом 2 миллиона рублей вот мы скинулись по 170 тысяч рублей и все это сделали и проблем не было я взял скинулся в числе самых первых без проблем это ну как потому что понимаю что застройщику даром не нужно переводить уходить отдалее в жп а мы взяли и скинулись соседние дома не скинулись поэтому они не будет они года пускай будет доля в доме чего нам не жалко все нормально а мы взяли как бы для нас человек скинулись и по итогу у нас теперь жилое помещение единственные четырех домов теперь как положено во первых это безопасная покупка беспока безопасная продажа не нужны какие согласия не нужно у нас на какие там отказы от преимущества покупки это большой плюс но вот скидываться по 600 рублей то что что обязан сделать управляющей компании я не знаю ну хотя с другой стороны мы сейчас жп перевели отошли отдали от всего остального и теперь вполне возможно мы себе управляем поменяем управляющей компании или сможем отказаться управляющей компании не знаю что получится но я надеюсь к этому времени я уже продам эту квартиру потому что есть определенные планы как бы куда что где деньги ну в общем у меня есть там небольшие небольшие планы ну все с этим понятно в общем атакует нас этот жук непонятным но это хорошо есть управляющая компания нормальная адекватная и они в свою очередь и ну как бы сделают все как положено другое дело если управляющая компания сдирает и так прям бешеные деньги и при этом палец а палец не дает это конечно страшно но ничего страшного нет как бы мы сами позволяем чтобы на нас катались но мы сами реально позволяем потому что по большому счету как бы мы сами в этом виноваты но согласитесь же как бы когда ладно что там по 600 рублей дать еще скинемся мало того что мы там за коммуналку просто оплачиваем там по 3000 рублей просто не за что за воздух еще и как бы так ладно не буду о больном в сочи легковушка на скорости влетела под фуру ребята аккуратненько и аккуратно передвигайтесь будьте очень аккуратны будьте очень бдительны поэтому со своей стороны я могу сказать что ну очень много я вижу дтп когда я передвигаюсь по прекрасному городу сочи именно поэтому я рекомендую соблюдать скоростной режим и немножко задумываться про безопасность если своя вас не интересует то про безопасность окружающих в микрорайоне бытка идет активная реконструкция спортивной площадки в общем бытка у нас молодцы бытка у нас красавцы вкладывает вкладывать но опять же почему это все происходит вы сами прекрасно понимаете потому что на данном этапе мы потому что она на данном этапе будет проходить выбор 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 поэтому у нас все активизировались депутаты помогает сочинскому симфоническому оркестру почему депутат помогает все верно потому что скоро выборы я как уже говорил в предыдущих видеороликах у нас депутаты работают один месяц ну как бы делать видимость работы один месяц за четыре года и вот поэтому сейчас появляется такого рода статьи само собой понятно что эти статьи проплачены потому что вас никого не интересует кому помогает депутаты потому что по сути как бы но раз уж надо до вас лада хорошие поступки любит тишину ну помогли зачем об этом афишировать ладно мегафон и рост геология приступает к морским изысканием в рамках проекта article нет в общем нужно может быть как бы ознакомиться читал 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 но нифига ничего не понял но больше такое шествие бессмертного полка отменено вот как бы так ну я думаю что не просто так отменили я думаю что сейчас люди немножко накалены я думаю что шествие этого бессмертного полка превратится в такой жесткий лютый митинг поэтому и отменили аттракционы сочи парка готовы принять гостей да кстати ребят хорошая новость нас открылись аттракционы теперь наконец теперь можно спокойно к нам приезжать у нас открылись аквапарки в общем круто теперь можно отдыхать полноценно журналисты форум вся россия хотят провести сочи в сентябре вот если в сентябре нас ничего не закроет то опять мы ожидаем гостей плюс сентябре нас ожидается форму 1 поэтому сентябрь будет насыщенный сочи же сочи задержались серийного квартирного вора да даже такой будет само собой разуме что не коренной житель сочи он бы до этого не дошел бы он просто обленился бы по дороге бы передумал бы там взял бутылку пива бы пошел на пляж вот и так приезжие-приезжие бывает футбольный клуб сочи в сочи вернулся из тамбова с техническим поражением и девятью зараженным коронавирусом поэтому ребят будьте аккуратны будьте бдительны коронавирус гуляет и даже если футболисты в количестве 9 человек заболели то что нам говорить про нас простых смертных в гиббд разъяснили сроки действия водительских прав в связи с пандемией в общем много там чего идут навстречу и по большому счету вы можете в свою очередь при желании при желании правильно грамотно в общем все все сделать с правами но как показал практика в сочи я права поменял за два часа поэтому проблем не там 9 новых случаев заражением коронавируса выявлены сочи скорее всего это как раз 9 случаев это которые у нас футболисты цены на газ для населения повысится с 1 августа в общем с 1 августа цена будет выше у тех у кого индивидуальные газы котлы но при этом все равно они у нас дешевле чем электричество ну и соответственно поднимается на 3 процента поэтому не только недвижимость повышается в цене но еще и все остальное в сочи рядом с известным отелем сгорел прокат велосипедов тоже бывает не без этого поэтому будьте аккуратны будьте бдительны может быть это нас война идет за места может быть был поджог а может это не был поджог не могу я вам точно сказать но одно я знаю точно что как бы периодически в сочи на суток возгорается ну да ладно тоже не будем на этом говорить потому что как бы нет смысла сейчас пробовать искать виновных как бы для этого есть у нас сотрудники полиции в аэропорт сочи из дерева на прибыли 98 россиян вот как бы так люксовые отели в сочи заполнены на сто процентов именно люксовые отели это у нас мы тоже сейчас звонили год вот максим посадите отель там еще что где взять да ребят я не знаю я же по отелям не шатаюсь не зная ребят ну серьезно не знаю рыжий из иванушек пожаловался на избыток туристов сочи он год ну блин ребят ну и чё офигели сюда ехать но с другой стороны приятно но я думаю что в августе месяце если откроется у нас направление за границу то думаю немножко народа стоит меньше хотя знаете не будет потому что многие уже заранее подстраховались и приобрели как бы потому что если например посмотрим тоже самое расписание то у меня там весь август расписан то по часам загрузка отелей сочи после возновления работы достигла 90 процентов это простых отелей а именно люксовых отелей сто процентов но это жестко ребят жестко и узнать у нас тут туристы прямо злым сочи в середине июля местные жители заметили медведя в районе села салахоул вот как бы так ну и соответственно не вынудились крики милов не делать так чтобы медведь ушел туда нас тоже конечно обучали и хотят следующую субботу я иду куда все правильно я иду короче поход поэтому не теряйте меня если вдруг кто-то приезжает я рекомендую в заранее как бы со мной созвониться сам или во ватсап напишите потому что в следующую субботу воскресенье меня не будет в городе я может быть даже буду не на связи хотя собой телефон возьму и свою очередь я пойду у нас в поход еще пока не знаю это будет двухдневный трех или трехдневный мы пойдем очень далеко и пойдем туда где уже считается маршрут на такой сложности знаете из той категории что проще из той категории что наверное не знаю там лишний раз не в нас даже девушек брать не хотят потому что скажет ну не не смогут они не выдержать в общем ребят посмотрим что из этого получится и там уже будет конечно же видно ну на этом наверное все новости еще повторюсь сегодня попробую снять для вас домики все потому что кто-то думает вот лето поэтому цены на недвижимость повышается нет ребят это ваше заблуждение цены повышается на недвижимость у нас всегда летом как бы сейчас у нас туристическая пора многие приезжают присматривается потом вы возвращается осенью и уже покупает поэтому самый пик цен нас обычно приходится на октябрь ноябрь это самые высокие цены именно поэтому я себе летом купил квартиру потому что ту квартиру которая себе купил в которую может быть я завтра уже перееду например осенью такая квартира будет стоить минимум 19 миллионов рублей но минимум будет 19 поэтому он как бы я понимал что если я сейчас не возьму то-то в ноябре месяц или октябрь мне просто жаба задушит купить себе вот такого рода квартиру но как бы так это сурово правда жизни поэтому завтра тоже в скорее всего не смогу нормально переехать я сниму квартиру в свою который будет продать мелоди леса сейчас я прекрасно понимаю что это как бы самый лучший вариант в этом бюджете самое интересное что мои коллеги по работе и продают предлагает и на этом хорошо заработает а те люди которые у которых есть возможность купить напрямую они профукивают свое счастье а потом будет говорить что вот риэлтора с них там жестко там там поимели так далее да вы сами даете себя поиметь потому что потому что потому что не буду говорить потому что это так ладно ребят всем вам хорошее настроение вам всем добра всем вам позитива ну и конечно же конечно же добро пожаловать город сочи при всем том что в сочи сейчас была не очень хорошая погода но блин распогодилось все было супер все было классно теперь вам всем добра всем пока и увидимся с вами в сочи до свидания